Французский король Французский король Французского королевской фавориткой Однако, вопреки общераспространенному мнению, маркиза де Помпадур не была фавориткой Ледовика XV в сексуальном смысле этого слова Точнее была, но всего несколько раз, ибо они не сошлись с темпераментами После этих интимных свиданий король съязвил, что в маркизе де Помпадур страсти было как в ледяной статуе Зато они идеально сошлись характерами, и между ними завязалась самая искренняя дружба, которая только может существовать между мужчиной и женщиной И самым прочным основанием этой дружбы стало то, что маркиза де Помпадур стала снабжать своего друга короля девицами для постельных утях Дело было поставлено на конвейер Помпадурша подошла к этому с размахом В окрестностях Версаля был создан закрытый пансионат под названием Оленьий парк Формально Оленьий парк считался закрытым учебным заведением для благородных девиц Типа Российского Смольного института И действительно, действительно благородных девиц, то есть дворянских дочерей там и в самом деле учили, но только, учили не только наукам, но и тому, как понравится королю, как его правильно ублажать в постели Девиц в этот пансионат принимали в девятилетнем возрасте, а выпроваживали оттуда в семнадцать Таким образом, по сути, Оленьий парк представлял собой, ну если хотите, публичный дом Королевский гарем с несовершеннолетними аристократками Девиц из простонародней в Оленьий парк не принимали Справедливости ради надо сказать, что одним только развратом визиты короля в Оленьий парк не ограничивались С девочками, совсем уж юными, он возился как нянька Наряжал их, обучал чтению, письму и молитвам А также развлекал и раздевал, и сам купал в ванной Когда девочки достигали пятнадцатилетнего возраста, Людовик вступал с ними в интимную связь В современной Франции его бы обвинили в педофилии, но в восемнадцатом веке это преступлением не считалось С женщинами и девушками, которые не были воспитанницами Оленьего парка, Людовик пятнадцатый старался никаких дел не иметь Королевский коммердинер Лебель в своих мемуарах объяснял это тем, что король боялся заразиться дурными болезнями Поэтому использовал половых партнерш только из резерва наложниц Конкурсный отбор девиц для Оленьего парка проводила сама маркиза де Помпадур Главной ее заботой было проследить, чтобы король не застревал на какой-то одной девице И она постоянно подсовывала его величеству новеньких дворянских дочек Всего через Оленьий парк прошли несколько тысяч молоденьких дворянок Очень многие из них забеременели и, как подсчитал один французский историк Незаконные королевские отпрыски могли бы составить население небольшого городка Однако самое интересное заключается в том, что Оленьий парк никогда и никого насильно не принимал Туда не загоняли в этот Оленьий парк Французские дворяне сами лично привозили туда своих маленьких дочерей, чтобы те стали королевскими любовницами Желающих было столько, что большинству претенденток просто отказывали Ну, все-таки сексуальные возможности его величества были не безграничными Когда воспитанницы Оленьего парка достигали 17 лет, а в случае беременности то и в более молодом возрасте, их выдавали замуж Каждой своей бывшей любовнице король давал выходное пособие в размере 100 тысяч ливров Поэтому женихи разбирали их на ура Подложить свою дочку под короля или жениться на девушке, которую пользовал сам король, считалось у французских дворян особым шиком И ничего зазорного или безнравственного они в этом не видели Своеобразная аристократическая проституция привела к тому, что французское дворянство утратило всякий авторитет среди населения И это способствовало постепенному распространению революционных идей, взорвавших Францию в 1789 году Людовику XV повезло, до революции он не дожил И ее плоды пришлось пожинать его сыну, Людовику XVI Сам же любитель юных девочек избежал дурных болезней, которых он так боялся Он все же подхватил болезнь другого рода В 1774 году он заразился оспой и умер в возрасте 64 лет После смерти Людовика пансионат Олени парк был закрыт Однако это позорище навсегда вошло в историю Франции Вы знаете этих людей с детства Но в учебниках про них такого не писали Тайные страсти Необъяснимые способности И странные привычки исторических персонажей в цикле О чем не рассказывают в школе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин